Душистый аромат В Краснодарском крае стоит задача переселить престарелых и инвалидов из деревянных интернатов в безопасные условия Поэтому министр социальной политики Галина Ковалева оценила сегодня здание бывшей 168 школы Возможно на ее месте появится краевое социальное учреждение До 2008 года в школе-интернате жили и учились около 200 воспитанников Здесь же работали более 100 квалифицированных работников Учреждение имело хорошую материально-техническую базу На протяжении 10 лет здесь создавались условия для пребывания детей 8 лет назад здание 168 школы заняли медики И вот уже год, как они съехали, а учреждение пустоит и не отапливается По инициативе администрации города сегодня приглашены представители Министерства социальной политики Красноярского края Порожившись планом осматривать здание комиссии Пищеблок, спальни, классы, спортивный зал Все, конечно, со временем приходит в негодность Уже промерзли стены и потолки Некогда комфортную школу не узнать Но все может измениться, если здесь создадут краевое социальное учреждение-интернат По обслуживанию пожилых и инвалидов Почему мы рассматриваем этот вариант? Потому что у нас в крае, к сожалению, стационарные учреждения Некоторые еще располагаются в деревянных домах И с точки зрения пожарной безопасности это не совсем правильно И задачу, которую мы для себя поставили Постепенный поэтапный перевод жителей наших стационарных учреждений Из деревянных жилых корпусов Современные условия, которые должны отвечать всем требованиям пожарной безопасности И всем стандартам социального обслуживания, которые у нас утверждены Площади не показались министру чрезмерно большими Напротив, множество кабинетов это преимущество Естественно, в первую очередь встает вопрос финансирования И здесь Ковалева называет как источник частные инвестиции Я приехала сегодня сюда не одна А с руководителями отделов министерства Чтобы профессионалы, в том числе строители Оценили состояние этого здания Но определиться с объемом средств, которые необходимо вложить Для того, чтобы реконструировать под учреждение социального обслуживания И вот после такой большой достаточно работы по анализу И по возможности привлечения источников средств на реконструкцию Только может быть решен этот вопрос Но мы надеемся, что этот вопрос решим положительно Министр планирует посетить еще и профилакторий «Березка» Руководство которого вышло с предложением оказывать услуги населению краем Кроме того, Ковалева познакомится и с системой социальной защиты населения Зеленогорска В Каннске началась перерегистрация детей в дошкольные учреждения Это ежегодная процедура, позволяющая контролировать очередность и обновлять базу данных В этом году схема зачисления в детские сады немного изменена Главное, возвращена приоритетность прописки То есть за каждым учреждением закреплена определенная территория Воспитанники которой должны проживать именно на ней Этот факт теперь также необходимо подтверждать документально С 15 января по 15 мая, практически 4,5 месяца Мы ждем родителей к себе на прием Необходимо при себе иметь свидетельство о рождении, паспорт И обязательно документ, подтверждающий регистрацию ребенка по месту жительства Это может быть выписка из домовой книги, это может быть копия самой домовой книги Где есть адрес, фамилия, имя ребенка и подтверждающий печать, что у ребенка прописано в этом адресе Либо это справка о составе семьи ЖЭКа, если это многоквартирный дом Данный документ необходимо предоставить четверг-пятница в приемные дни Мы этот документ сохраняем в папке Родитель делает запись, что перерегистрацию он прошел и он желает в этом году распределиться Соответствующую отметку мы делаем в базе данных АИС в карточке ребенка И затем на 15 мая подводим итоги перерегистрации и готовимся к автоматическому комплектованию Однако шанс попасть в детские сады города есть и у семей, не имеющих прописки в Канске Правда, таких деток распределяют в последнюю очередь на свободные места В этот раз на перерегистрацию ждут родители и ребятишек, родившиеся в 2013-2014 годах Стоит отметить, что в прошлом году впервые в дошкольное учреждение было зачислено 1706 малышей В этом году эта цифра будет чуть меньше, порядка 1680 человек В Казачинском районе официально открыли две ледовые дороги через реку Енисей В районе села открыта дорога для автомашин весом до 5 тонн Оборудованы два поста с радиостанциями и спасательными средствами на случай чрезвычайных ситуаций Вторая технологическая ледовая дорога открыта в районе села Галанино Ограничение пропуска через переправу до 15 тонн Ледовые переправы, как и обычно, оборудованы средствами связи, вагончиками Дополнительно установлена теплушка посредине ледовой переправы для пешеходов, чтобы могли зайти обогреться Депутат Законодательного собрания края Юрий Швыткин проинспектировал остановки общественного транспорта в Канске Совместно со специалистами администрации и обслуживающей организацией Комиссия осмотрела несколько остановочных пунктов самых популярных маршрутов Такие проверки на разных территориях края являются регулярными и проводятся, что называется, по звонку Главная цель – это выявление потенциально опасных для жизни остановок Например, таких, как возле драмтеатра Из-за снежного наката на дороге пассажиры, выходя из автобусов, рискуют тут же оказаться под их колесами Я не случайно просил с собой, помимо группы общественников, непосредственно представителей администрации города Чтобы на месте уже помечали эти вопросы, ну и, конечно, своевременно их устраняли Говорить о том, что ничего не делается, я бы, наверное, так не стал Потому что работа явно ведется, она очевидна, конечно, есть и финансовое отсутствие должного финансирования Есть другие некоторые проблемы, но мы должны максимально делать все возможное Органы власти, во всяком случае, и те должные лица, которым предписано Но создавать необходимые условия, особенно касаемые в части обеспечения безопасности граждан Если пешеход будет на дороге заметный, то вероятность попасть в ДТП снижается до минимума Эти слова можно считать девизом, под которым прошел первый в Лисосибирске показ безопасной моды для пешеходов Пяти-шестиклассники самостоятельно придумали и подготовили образы, которые показывали на сцене Они продемонстрировали, как удачно сочетать светоотражающие элементы с одеждой любого сезона Осень, зима, весна, лето – всегда можно красиво дополнить свой костюм светоотражающим элементом Помимо заметной одежды, пешеходам нужно всегда помнить о правилах дорожного движения Закрепить эти знания помогла викторина Значимость таких мероприятий очень высока, ведь детский травматизм на дорогах Продолжает оставаться актуальной темой за 2015 год в Лисосибирске В дорожно-транспортных происшествиях пострадали шестеро детей Мероприятие, оно актуальное и значимое на сегодняшний день Потому что, как правило, большая часть детей, которые гибнут в ДТП, это являются пешеходы И они все без светоотражающих элементов В будущем сотрудники ГИБДД планируют расширить рамки проекта и пригласить к участию в показе Безопасная мода для пешеходов – все школы города Душистый аромат свежеиспеченного хлеба и православная молитва Венесейские насельники Спасского мужского монастыря осваивают новое для себя дело Пекут ржаной хлеб для собственного потребления Процесс этот непростой Для того, чтобы порадовать братью свежей выпечкой, главному пекарю, монаху Иову Приходится вставать еще до зари Зато ржаные булки получаются на славу А все потому, что делают здесь все вручную и с Божьим благословением Мы выдерживаем тесто 4 часа То есть за 4 часа делаем 3 раза обминку Потом ставим на расстойку Оно примерно час стоит И потом последний выход у него печь И вот так, все Хлеб готов К слову сказать, хлеб в этой православной обители пекут не на дрожжах, а на специальной закваске И это один из самых главных секретов монастырской выпечки Но закваска, она Свои свойства имеет Она бывает и такая вредная характерная Ну всякое бывает Но с молитвой, слава Богу, хлеб получается всегда хороший Устав монастыря не позволяет подвязавшиеся в нем братьи употреблять в пищу мясо А частые церковные посты на продолжительное время делают недоступными молочные и другие продукты Поэтому хлеб для насельников православной обители приобретает особое значение Здесь он действительно всему голова Неудивительно, что к его качеству предъявляются особые требования Именно это обстоятельство и сподвигло монахов заняться собственным производством Все люди, которые здесь, среди нас, в основном деревенские И братья решили, что хватит на дрожжах Он пустой, дрожжи, они не полезны Мы решили на закваске Мы сначала решили для себя То есть только для братьев То есть, по-первых, попробуем пробный хлеб Потом решили, что у нас остается Что-то можно за пожертвование То есть, отдаем за пожертвование Свою первую партию хлеба монахи Спасского монастыря выпекли к светлому празднику Рождества За неполные две недели, прошедшие после открытия собственного производства Монастырские ржаные булки полюбились не только насельникам обители, но и енисейским горожанам Православные братья могла бы увеличить количество выпекаемого хлеба Но, к сожалению, пока сделать это им не позволяют технические условия Ведь в их распоряжении сейчас находится всего одна печь А средств на покупку второй пока не хватает Сегодня в Железногорске начали готовить трассу для экстремальных гонок Лед-2016 В этом году трасса увеличится до 2,5 километров в длину и в два раза в ширину По традиции, в зависимости от типа резины и привода Участников разделят на 6 классов Но появится в этом году и новый класс Именно для него и расширили трассу Нововведение будет, что в этом году у нас внешний круг большой Он будет шириной от 25 метров Сделан это для автомобилей, которые будут съездить в массовом старте С каркасом безопасности То есть общий заезд будет Порядка 10 автомобилей в одном заезде Пойти на такое условное нововведение Городская федерация автоспорта решила, чтобы отдать дань прошлому И подарить яркое зрелище зрителям Старожилы города должны помнить, как на озере проходили автогонки Именно с массовым стартом Автомобили готовились от предприятий Прямо даже там москвичи, жигули Так называемый класс Сейчас он называется D2 классика Автокросси в официальном Вот, поэтому мы решили возродить этот класс Как таковой, потому что он очень зрелищный Вместе с железногорскими любителями экстрима Рассекать ледяную поверхность озера будут пилоты из Красноярска, Зеленогорска, Бородино Принять участие в состязании сможет фактически каждый автолюбитель Перед стартом организаторы проверят участника на наличие документов и автомобиль на техпригодность Борьба за Кубок чемпиона пройдет в три этапа Старт будет дан 31 января Улучшить свое время и получить больше зачетных баллов за прохождение трассы Все гонщики попытаются на втором этапе ледового заезда 7 февраля Он определит, кто из автомобилистов-экстремалов пройдет финальный тур И будет бороться за звание лучшего гонщика на льду Итоговые заезды зимнего дрифта пройдут 21 февраля А 23-го стартует массовая гонка среди каркасных автомобилей Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова